Говори со мной Говори со мной Ты не говори, Господь, я слышу Ты не говори, Иисус, я жду Я жажду голос Твой, мой Бог услышал Ты не говори, Иисус, прошу Ты не говори, Господь, я слышу Ты не говори, Иисус, я жду Я жажду голос Твой, мой Бог услышал Ты не говори, Иисус, прошу Аллилуйя, Ты не говори, Господь Мы слышим Ты не говори, Господь Мы видим Проверь наше зрение Как ты проверял, Господи, у пророка Иеремий, прежде чем он вошел в это слушание Чтобы нам услышал Ты правильно видишь Ты правильно слышишь И как ты говоришь, я каждое утро предлагаю Слова по Иерусу Твоим Поэтому не может такого быть, чтобы ты нам не говорил И не может быть такого, чтобы мы не услышали Мы можем тоже прослышать Поэтому мы не хотим пропустить от тебя ничего, Господь Ты не говори, Господь, я слышу Ты не говори, Иисус, я жду Я жажду голос Твой, мой Бог услышал Ты не говори, Иисус, прошу Мы просим тебя, Господь Ты не говори, Господь, я слышу Ты не говори, Иисус, прошу 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 Иисус, прошу Иисус, прошу Ты не говори, Иисус, прошу Иисус, прошу Иисус, прошу Иисус, прошу Иисус, прошу Он нам говорит Он нам говорит Иисус, прошу Иисус, прошу Если бы Господь что-то сказал, чем мы можем поделиться. Я приветствую вас, дорогие ценные мои братья и сестры. Наш Бог Иисус Христос. Наш Бог, наш Отец. Наш Бог, этот Дух Святой. Драгоценные мои братья и сестры, когда Бог послал Иисуса Христа на эту землю, Иисус наш Бог, Он творит чудеса и знамения. Он воскладывал руки на больных. Больные стеляли, слепые прослывали, плохие слышали, парализованные вставали с колясок, мертвые воскресали. Так сказал Ему сам Бог. Три Бога наши. Иисуса Христа Он послал на эту землю. Сейчас 100% Он послал нас на эту землю. Для того, чтобы мы воскатывали руки на больных, чтобы больные стеляли, слепые прослывали, духи слышали, парализованные, чтобы вставали с колясок, чтобы мертвые воскресали. И толпы пойдут за нами, для того, чтобы вывести наш народ из нашей твы в его чудный свет. Вот что мы должны сделать. Точно так же сделал Иисус Христос, когда Он был здесь. Драгоценные, не бойтесь, если что-то с вами случится. Как случилось с Иисусом. Бог нас выведет из любого состояния. Мы Его дети. Мы не бабушки. Вы освобождаете от себя еще 25 лет. Вот сколько вам лет. А вы и бабушки. Будьте благословенны, драгоценны мои братья, мои сестры. И мы выйдем в наш народ из нашей твы в его чудный свет. Это нам нужно сделать. Говорите всем, не бойтесь. Если эти люди ничего не поверят вам, другие придут. Полное исцеление будет. Я просто получила от Бога, я день и ночь молюсь. Сейчас такое слово здесь было, что не только мы здесь молимся. Мы и дома, мы и утром, мы и ночью. Мы молимся и получаем от Бога. Мы получаем от Бога. И мы это получим, как Иисус Христос получил. Если мы, драгоценные братья и сестры, пойдем в долину смертной тени, не убоимся зла. Слышите? Зла не убоимся. Почему? Потому что Господь наш творит чудеса и знамения. Аминь. Сейчас даже врачи эти ничего не могут сделать. Например, рак. Например, там вот такие страшные вещи. Мы это будем творить. Мы это будем творить. Вот эти чудеса и знамения во имя Отца и Сына и Духа Святого. Прямо сейчас. Полностью, полностью. И как Бог, и руки, и ноги, и все тело было здорово. Потому что ты, Господа, во имя Отца и Сына и Духа Святого. Будьте, Господа, во имя Отца и Сына и Духа Святого. А то я не бабушка. Моя мама говорит, не называйте меня бабушкой. Я баба, а не бабушка. Хотя я не знаю, в чем разница. Но в чем-то есть. Ладно, будьте благословенны. Спасибо за поток, аллилуйя. Даже не хочется останавливаться, аллилуйя. Но есть время на молитвах, но есть время. И здесь. Поэтому, Господи, научи нас принимать, слышать, двигаться, не останавливаться. И уметь, Господи, выдерживать твои рамки. Аминь. И когда Наталья рассказывала свидетельство, то, что с телефона, по телефону, да, там, молилась, да. Садитесь, пожалуйста, хотя все уже сели. И мне вчера, вчера тоже, ну, по WhatsApp, ну, мы там общение с одним братом ведем. И где-то, ну, около года назад он там занимался он группами 12. Группа 12, да, есть такие алкоголики, анонимные наркоманы. И там у него друг один был. И этот друг, значит, он занимался, по-моему, даже с нашего города, и там у него целая сеть была. Вот именно вот таких групп. И мне этот брат, он говорит о том, что давайте будем вместе молиться. Потому что, говорит, они вместе с этими группами, они, как еще, продают наркотики. И, как вы знаете, мы смеялись, помните, что бывает. Как говорится, занимаемся вроде добрыми делами, и тут же, как бы, злыми для того, чтобы всегда этот круп колесо было наполнено, да. Тут же спасаешь наркомана, тут же продаешь наркотики, тут же его принимаешь там в свои группы и так далее. Конечно, беспредел, который Господь не хочет вообще терпеть, тем более, если, не дай Бог, мы еще используем имя Господне. И вот мы с ним молились, ну, как Господь вел, и вот буквально вчера, вчера, позавчера мы общаемся, а вчера он говорит, слушай, говорит, представь, говорит, у него все рухнуло, короче. Вся вот эта сеть, которая была завязана с этими структурами, все рухнуло. А он сам дипломированный психолог, вот так у нас это сегодня, вчера, вчера суббота была, пятница, как раз Екатерина свидетельствовала, рассказывала о психологах, да, вот такое. Но психологам, оказывается, тоже, ну, оказывается, да, нужен Бог. И когда все рушится, и он, говорит, я говорю ему, потому что, говорит, его, говорит, он к Богу вести, говорит, представь, он все знает, там, психологические ходы, выходы, манипуляции и все остальные моменты тоже зависят от сердца человека. И у каждого в этом отношении без Бога свой уровень, и он принимает, и меня, говорит, молитву, покаяние, помогите, пожалуйста. И это, и принимает молитву, и человек покаялся, говорит, я говорю, знаешь, ну, казалось бы, все знал, просто так все рухнуло, и плачет, рассказывает. В общем, дай Бог, что так все произошло, а не хуже, потому что могло бы закончиться вообще, вообще все печальным образом. Ну, вот, драгоценное, и вчера мы тоже были на служении в Инском, такое присутствие Господа было, и как раз поднялась такая тема Иосифа, и я вчера, такое у меня проскочило, как, ну, как бы сказать, Дух Святой, он где-то, ну, ведет, где-то останавливает, ну, как некое такое продолжение, которое я просто почувствовал, мне надо сказать, сегодня, вот, на вечерю Господню, на этот день, в который мы собрались для того, чтобы принять его тело и принять его кровь. Аминь. И вы все знаете историю Иосифа, аминь. Историю Иосифа. И вы знаете, когда он из-за зависти братьев своих, да, и верю по воле Господней, по воле Господней, потому что прежде чем воля Божьей исполнится в нашей жизни, то слово, об Иосифе так написано, слово Господне испытало его. Аминь. То есть, по-другому, прежде чем слово исполнится, оно должно пройти Евангелие. А Евангелие, оно из трех слов, как написано в первом послании к Алифинам 15 главе, о том, что Иисус Христос умер, и как написано? По Писанию. Был погребен, а потом воскрес по Писанию, понимаете? Поэтому слово Божье, оно нас отправляет в себя, Господь нас отправляет в Писание. Но самое главное, чтобы Писание, оно ожило, оживляется оно Духом Святым, как апостол Петр, он говорит о том, что оно написано было не просто людьми, а вдохновленные слова Духом Святым, так скажем. И распечатать его можно только с Духом Святым. Аминь. И вот, значит, Иосиф попадает в тюрьму, в тюрьму попадает, и в тюрьму-то он попал не просто так, а, скажем так, есть, ну, скажем так, две версии. Одна библейская версия, она говорит о том, что, значит, Патифар, естественно, когда обвинили его в попытке к изнасилованию Иосифа, он отправил его в тюрьму. Но, с другой стороны, это был раб, я не знаю, если бы Патифар бы на самом деле поверил, что он на самом деле хотел изнасиловать свою жену, то, наверное, он его убил бы прямо там, до тюрьмы еще. Потому что, наверное, знал свою жену, и кроме всего прочего еще, и он же почему его поставил руководителем в доме над всеми, так скажем, ну, хозяйственными и другими вещами. Потому что мы замечаем, что когда люди Божьи, вот я недавно пророчествовал одному брату, просто, говорю, твое появление без всяких, так скажем, пока еще действий, оно уже благословляет. Очень так же, как Патифар говорит, я заметил, что, говорит, именно твое присутствие в моем доме благословляет мой дом во всем. Помните дядюшка Лавана, который, значит, сказал, я как заметил, говорит, что я как через тебя все растет, все благословляет. Почему? Потому что мы с вами, значимые люди, мы должны с вами помнить о том, что с нашим присутствием вся атмосфера меняется, понимаете? Потому что бывает же так, когда вы замечаете, кто-то заходит, допустим, в комнату, и в зависимости от того, какой дух с ним приходит, бывает, ты чувствуешь дух контроля, дух манипуляции, или какой-то негативный дух. И вы понимаете, если ты это чувствуешь, что, может быть, даже без громких слов, но внутри разрушай во имя Иисуса Христа, а делой, потому что это мы несем запах благоприятный, пускай тебя боятся, пускай бесы просто, они, ну, щелятся и убегают с этих комок. Я сразу введу нас к вечере Господней, потому что, когда Иосиф, он попал в тюрьму, то в тюрьму как раз пришел ему двойной шанс, аллилуйя, двойное помазание. Каким образом? А именно таким образом, в чем он был силен? А в чем он был силен? Он был силен в истолкование снов, аминь. И что это за два помазания, что это за два шанса? А к нему в тюрьму попали хлебодар и виночерпи. Один, так скажем, для одного позитивно все окончилось, для другого достаточно негативно все исполнилось. И вот Иосиф как раз, он, ну, выдержал такой экзамен, почему? Потому что, когда он пророчествовал хорошие вещи, виночерпил, то есть искушение хорошие вещи пророчествовать и хлебодару, дорогие. Потому что, в принципе, пророчество, ведь это увещание, назидание, такое благословение, аминь. Но есть слова от Господа, которые также нас предупреждают о каких-то вещах, которые нам благословение. И тем более, он тоже был-то кто? Он просто был раб, да еще и в тюрьме, да еще у него статья была, попытка к изнасилованию, понимаете? Какая проблема вообще в тюрьме могла быть, и там он тюрьму эту возглавил. Вы понимаете, почему? Потому что Господь был с ним, точно так же, как с Даниилом, когда он был среди львов. И вот, понимаете, вот с такой статьей, вот с такой статьей, давайте вот сейчас вернусь к этим вещам, давайте на себя это все примерять будем. Вот, понимаете, так обидно, так обидно. Он вроде бы все-все делал для дома, и в конечном итоге вот на него просто глаз положила жена Патифары, и не просто она, как бы сказать, наклеветала на него, она же там еще и за одежду зацепилась. Он вообще голый убежал, полностью убежал голый, лишь бы не согрешить. Вы понимаете, в глазах людей, в глазах людей это большая проблема, тем более в доме Патифара, тем более ты раб и так далее. А что можно сделать, когда тебя раздели? А что можно сделать, когда тебя, знаете, всегда есть прямо, как бы сказать, такая, буду защищать себя. Как будешь защищать, если Бог, допустим, это же надо у Господа спросить. А каким ты образом защищать себя будешь? Теми же самыми вещами, которыми тебя раздевали, теми же самыми вещами, как говорится, ответные удары такие какие-то наносить. И вы понимаете, он полностью голый. И вот когда мы смотрим, когда Иисус Христос родился, его, ну, там на восьмой день, да, привели в храм, и, значит, пророк ему, Захария, да, пророчествовал о том, что, ну, родителям пророчествовал, все лежит. Нападение на восстание в предмет пререкания тебе само оружие пройдет в душу. И нам так не хочется, чтобы ты был в предмет пререкания. Так хочется, чтобы о нас всегда хорошие, чтобы ты говорили. И я хочу просто, за что ты переживаешь? Я помню, когда было время, ну, я не знаю, в мое время, ну, было, как бы так сказать, когда я поступал в институт, но, какое слово-то подобрать, но недостоин, а, ну, ну, круто, ну, ладно, круто скажу. Поступить в институт. Почему? Потому что, по сути дела, если ты поступал в институт, тебе, не важно, куда там, может быть, на куличке куда-то и так далее, давали распределение, но диплом шел впереди тебя, вот так скажу. А тем более, если у тебя были какие-то связи, то, а они были, то тебя могли, ну, как бы сказать, устроить на хорошую работу. И я помню, у меня отец тогда сказал, ну, говорит, вот тогда было время такое, значит, хотел все, говорит, разряд получить, чтобы больше денег давали, а кто-то пожертвовал и взял время просто закончить технику. И вот у нас на Беловской игре с мастера, это были очень, ну, достойные люди, просто даже мастером пойти, вот на тот момент. И я помню, когда поступил в институт, и прямо, знаете, я просто чувствовал, как, допустим, ну, со знакомыми взрослыми, там, друзьями, товарищами, моих родителей, там, спрашивали они, ну, что, поступил, я говорю, ну, да, поступил, в техникум, наверное, поступил, я говорю, да нет, в институт поступил, а это, ну, это, и такая, да, ну, как бы, знаете, это, как, определенная такая, как бы, зависть, или чтобы хуже сделать, как я вот, с одними еду, тоже такой смешной случай был, ну, вот, не так давно, когда вот выехал, когда дом купил, и едем на машине, я говорю, ну, давай покажу, вот мой дом, подъезжает, там, а у друга моего одноэтажный дом, и он, значит, тут этот дом, ну, ладно, я говорю, да нет, тут этот, я аж машина закопала, и даже машина не выдержал, и думаю, господи, мы как любим радоваться, но приобретению других, прям, с такой радостью, чтобы это, ну, хотя я к этому другу захожу с одноэтажным домом, но у него круче, чем в моем двухэтажном, короче, это, как говорится, как в скине, заходишь, она, скине, такая, из кож, таких, но, ну, неудобных, так скажем, которые не дают ту красоту, как храм Соломонов, а туда заходишь все в золоте, это так же, как я в армии служил, там, в дивизионную, там, земляк был, дивизионная баня такая была, я думал, смотришь, как будто я думал, сарай для козлов, для баранов, вот такой, туда зашел, это 80, какой, 86-87 год был, и думаю, опа, в армии, такая баня, с бассейном, самоваром, бильярдным столом, не говорю уже, а парик, выходишь, и не видно, а почему, наверное, для начальства, которые не должны, как бы, замечать, а туда заходишь, а там все необходимо, как-то, так же, один пастор тоже сказал, я говорю, а зачем, говорит, зачем я говорю это, я не знаю, в Швеции, в Швеции, значит, там, к нашим Жигулям приравнивается этот, Вольво, вот такое, ну, Мерс круче же, да, там, какие-то другие, но зато, говорит, это, ко мне, говорит, Вольво заходишь, там, говорит, там, Мерседес, говорит, отдыхает, что внутренне там, ну, что-то не вертолет, ну, там, поставлю, для того, чтобы людей не соблазнять, и вот просто смотришь, а может быть и правда нам вырасти надо, допустим, к примеру, Игорь что-то приобретает, ему, слава Господу Богу, на Кавказчике, говорит, там свадьба, они, говорит, просто приезжают, заставляют багажник открыть, и друзья, знакомые, родственники подходят и туда просто деньги кидают, радоваться за радость другого дома. Ну, с багажником выезжают живи, да, нам ничего не жалко, поэтому наша машина не блокит у чужих домов, вот так скажем. И, ну, я что хотел в этом сказать, дорогие, мы, если мы на самом деле верующие люди, и хотим пройти весь путь библейский, который нам предназначен, то мы пройдем через падение восстания, я не говорю о падении греховных, хотя и они такие бывают, но есть шанс, но ты пройдешь через падение, восстание, ты будешь в предмете пререкания, аллилуйя, поэтому заботиться о том, как Иосиф заботился, не то, что он голый перед людьми остался, или до мной, которого раздел, его сын хам и так далее, а заботиться о том, чтобы там ты в глазах Господа был одетый, аллилуйя, потому что он все равно знает, что ты раздетый, какие бы ты фиговые листы, но какими фиговыми листами ты не прикрывался, поэтому, подходя к вечере Господне, мы также должны помнить об этих вещах, а на кого ты больше смотришь, на Господа или на мнение людей, потому что я к чему говорю, еще один пример приведу, было время, когда я был в мире, и было время, когда я пил, курил, и помню, после очередного такого моего концерта, я помню, выхожу на улицу, думаю, о, Господи, не увидит, видела меня кто-то или не видел такое, а потом внутри себя принимают, да, что бы ты ни сделал, а тебе уже плохо говорили, а тем более, когда увидели, когда ты плохо делаешь, они просто в ладоши хлопают, и говорят, о, нормально, как мы о нем думали, так все с ним и происходит, поэтому не давай радоваться людям, пускай поднимается, пускай ревнует о том, что он, что он, еще живой, что ли? Не умру я, но буду жить в истине, на миле, к тисмоте я позвал, он услышал меня, отружили и сильно, толкнули меня, но Господь поддержал, он защита моя, кому принадлежит вся жизнь моя, а гнезд Божий за мой грех дал рассказать себя, вот, кому принадлежит вся жизнь моя, от дырами моей крик люблю тебя, аминь, слава Богу, это Господь не останавливает, да, аллилуйя, поэтому, дорогие, значит, поэтому, если кто-то находится сегодня в какой-то тюремной изоляции, аллилуйя, дорогие, тюрьма, это тоже шанс, аллилуйя, и Иосиф использовал этот шанс, через тот шанс, который дал ему Господь, через Хлебодар и Виночерпию, и вот я перейду к Хлебодару и Виночерпию, а кто такой Хлебодар, дорогие? Хлебодар – это образ, это образ Слова Божьего, понимаете, потому что Слово Божье – это хлеб, аминь. Хлебодар – это образ тела Христа, если глобально смотреть, но точно так же Хлебодар, как в притчах написано, тот, кто раздает хлеб, у того, говорит, благословение на голове торгующего, то есть это точно так же Хлебодар – это тот человек, который связан с определенным обеспечением, которое, мы можем даже назвать, это не только тот, кто несет Слово, но это обеспечение не только духовным хлебом, это обеспечение и физическим хлебом, это благословение, если хочешь, это может быть бизнес, это может быть предпринимательство, дорогие. И почему он попал в тюрьму? А давайте посмотрим. Может быть, мы тоже были какие-то определенные такие люди, которые попали под немил из царя. Давайте посмотрим на царя, как с большой буквы. То есть нашего отца. Потому что, помните, мы с вами говорили, если ты бизнесмен, и вдруг ты подумал, о, твои деньги, к примеру, где-то рули, ты подумал, а почему бы мне пастором не стать, почему я должен зависеть там от пастора, от его направления, когда мои деньги, они что-то делают, за все расплачивают серебро, и я, бум, начал рулить церковью. Или наоборот, понимаете, пастор подумал, у него там с деньгами что-то складывается нормальным образом, и он раз переходит, а почему бы мне бизнесом не заняться? И вдруг, когда мы попадаем не в те тарелки, смотришь, вроде бы, там слово потерял, там бизнес потерял, там с дорожки со своей ушел туда-туда, тебе не нужно было идти. Поэтому хлебодар, он, понимаете, как, я не знаю, может быть, он подумал, из-за того, что я всех кормлю, то, понимаете, вокруг меня все и крутится. Но, понимаете, здесь связка должна быть. Вот мы вчера говорили о связках, о таких двоих-троих, через которые происходит благословение. Эта связка была, и к нему не просто же ведь попал хлебодар, к нему попал и веночерпий. А кто такой веночерпий? Веночерпий, с одной стороны, это как прообраз крови Иисуса Христа, но с другой стороны, помните, когда они в деянии по второй главе вышли пьяные все, от вина Духа Святого, это прообраз Духа Святого. Поэтому, когда мы смотрим, в нашей жизни должно быть вот именно составляющая хлеба и вина. Потому что, знаете, если будет одно слово, то это будет мертвая буква. Если будет только одно вино, то, понимаете, тогда не будет вот этого, как бы сказать, хлеба, не будет вот этой пищи. Ты просто, ну, ты просто будешь раздолбать пьяный постоянно вот именно. Не в том смысле, что это плохо, а в том смысле, ведь слово, оно дает определенное направление. Ведь не всегда ты можешь находиться в пьяном состоянии, понимаете? Потому что где-то, ну, ты, к примеру, я не знаю, там придешь в администрацию города, и ты пьяный, ненормальный, как говорится, и давайте мне сюда упади еще, или что-то, ну, сделай, скажи, давайте его в психбольницу быстро переведем. Понимаете? Потому что в конечном итоге ты пьяный, не можешь ездить даже за рулем. То есть, да, некоторые говорят, господи, как я доехал? С одной стороны, да, ты доверяй, ну, Господу, ну, иногда, понимаете, Бог дает тебе и трезвость в отношении некоторых вещей. Бывает он, как он говорит, будь холоден, либо горячий. Иногда ты горячий, иногда ты холоден. Я имею в виду в позитивном смысле этого слова, не только в вопросах спасения. Поэтому для всего у тебя есть определенное помазание. Какое помазание? С одной стороны, тебе кажется, о, я сейчас хочу, чтобы у меня там мурашки по коже двигались. А почему сейчас, к примеру, вот прямо сейчас исцеления чего-то нету? Ну, потому что сейчас помазание сидеть и служит проповедь. А помазание на исцеление, оно будет на улице. Помазание на спасение, оно где-то будет на улице. Поэтому нужно чувствовать, как Господь двигается. И вот в его камеру приходят хлебодар и виначерпий. И для Иосифа пришел момент вот этого время и случая. Как-то написано, непроворному достается успешный бег. Но на все время и случай. А время и случай он от кого? От Господа. От Господа. И вот понимаете, но это время и случай, его поймать надо. Как я уже об Иосифе сказал, он бы мог бы с молодушкой сказать. Но если с тем все хорошо было, то значит и так с тобой, и с хлебодаром будет все хорошо. Тоже три дня, тоже там три корзины, или три чаши. И вот это истолкование. Точно так же, как мы говорили,